Сейчас мы отправимся на поляну сказок. Естественно, для тех, кто не знает, поляна сказок – это единственный в Крыму музей сказки под открытым небом. Ну, впрочем, здесь слово «музей» в нашем случае вовсе не означает собрание каких-то пыльных там древностей, разложенных по полочкам и снаженных номерами, но здесь, на поляне, собраны именно сказочные герои, гостеприимные хозяева и настоящие друзья для посетителя. Налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – себя не найдешь, прямо пойдешь – в сказку попадешь. Это действительно такой уникальный музей скульптурно-сказочную тематику под открытым небом. Он расположен в одном из самых красивых уголков южного берега Крыма, в живописных окрестностях Ялты, возле водопада Учансу, в лесу у подножия причудливой скалы Ставрикая. В этом музее и взрослые, и дети, попав на поляну сказок, оказываются в кругу хорошо знакомых и любимых сказочных героев. А в избушке на курьих ножках обитает самая настоящая Баба-Яга. Нужно произнести волшебные слова, избушка повернется, из нее выйдет озорная старушка, чтобы повеселить ребят, загадать им загадки, поиграть с ними. Но здесь вопрос времени. Там бабушка работает по часам, конечно, нужно будет немножко подождать. История этой достопримечательности тянется довольно-таки далеко. В прошлые годы, много десятков лет назад, создал сказочную поляну и заселил ее причудливыми персонажами в 1960 году народный умелец Павел Безруков. Сегодня экспозицию музея составляют более 300 скульптур, выполненных народными умельцами и профессиональными художниками не только из Ялты. Здесь через стенку находится зоопарк, слышен визг обезьян, святогор во всем своем величии. Это Баян, персонаж слова о полке Игореве. Издали некоторые персонажи настолько реалистичны. Василиса Прекрасная, 1973 год. Скульптура Иван Крестьянский Сын, 70 год. Волшебник изумрудного города. Конек-Горбунок, 1970 год. А это мои коллеги. Василиса Премудрия. И рядом Иван-Царевич. Кикимора, конечно, мощная. Королевство кривых зеркал. Такие вот страшные, стражники его охраняют. Серьезно. Мам, иди сюда. Из кривых зеркал. зеркалами заигрываться некогда поскольку много людей все хотят посылфиться споткаться на память посмеяться поэтому здесь мы не задерживайся не задерживаемся и идем дальше 30 витязей лесные музыканты такая четенькая композиция славянское поселение да кстати дед у меня старые фотографии надо будет найти показать фотографии 60 70-х годов как это выглядело нет 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 некрасиво слезай слезай птица сирен капище богов леса и журав вот кстати когда я видел эту мамку с этого началось мое увлечение резьбой по дереву вина эти скульптуры я увидел первыми что можно из любого пенька сделать ободушевить этот пеньк пан и уменьши куда конечно без бабу-яги и избушки на курьих ножках ну вот лесная песня тоже казалось бы из дерева появляются лица этих мавок легенда о Здесь есть все, начиная репкой, заканчивая крокодилами, генами и тому подобными вещами. Очень красиво, конечно. Это моя любимая скульптура. Дракон. Очень красиво, так реалистично сделан. Хозяйка Медной горы с полудрагоценными камнями. Вижу аметисты. Это поляна пушкинских сказок. Мисхорская русалка. Ничего страшного. Ну, в общем-то, русалке повезло, что она бронзовая. Маугли и Багира. Маугли и Багира. Пусть она не будет везеть. Пусть она не будет везеть. Руслана Людмила Руслана Людмила Руслана Людмила Руслана Людмила Руслана Людмила Руслана Людмила красная шапочка и серый волк вообще красотища на сегодняшний день стоимость взрослого 400 рублей билет для ребенка 250 рублей здесь несомненно самое крутое место все дети залазят на этого ослика все-таки не снятся с коллегами не смог возвращаясь назад охрана наша тема один правда там отдыхает а вот эту менту зорь все, сладень Продолжение следует...